Сегодня мы хотим провести операцию имплантации в области 46-го зуба. На этом снимке вы видите состояние зубов пациентки на момент имплантации. Здесь уже было проведено ортодонтическое лечение. Зубки мы все выпрямили, поставили коронки на три зуба. Все, что нам осталось сделать, это провести операцию имплантации, поставить имплант в области 46-го зуба и в дальнейшем покрыть его короночкой. И это уже будет завершение нашего лечения, которое уже продолжается в течение, наверное, двух или трех лет. Поскольку очень мало костной ткани в этой области, из-за того, что зуб удален был несколько лет назад, имплант будет диаметром 4,0 на 8,5 мм. Это максимум, что здесь мы можем поставить в этом отделе, но нам этого будет вполне достаточно. А все, мы приступаем к операции. Выполнена ортодонтия, выпрямлены все зубки, здесь положено стекловолокно, его совершенно не видно, это стекловолокно. Марина Юрьевна прекрасно вот так реставрировала все наши жевательные зубы, Бойко Андрей Васильевич проводил ортодонтию, замечательно выпрямил все наши резцы. Вот нам осталось теперь поставить наш имплант и завершить все это протезированием в области 46-го зуба. До операции мы провели медикаментозную подготовку. Сейчас сделали анестезию в области нашего вмешательства. Сейчас нам надо будет сделать небольшой разрезик в этом месте. Пациент не должен чувствовать наше вмешательство. Теперь мы засверлим все костные ткани, создаем ложе для нашего импланта. Вот наш имплант размером 4 на 8,5 миллиметров, его погружаем в костную ткань. Вот мы поставили имплант, сейчас мы его закроем формирователем десны и сгустком из лейкоцитов и тромбоцитов. Это ПРФ, который мы сделали с помощью центрифуги и с кровью пациентки. Нам осталось наложить несколько швов и операция закончена. Вот мы уже закончили нашу операцию, все прошло быстро. Установлен формирователь десны, два тоненьких шовчика мы наложили. Сейчас сделаем снимочек, чтобы удостовериться, что мы все сделали правильно. И, в принципе, мы готовы пациентку нашу отпускать уже. В результате нашей несложной операции мы установили имплант точно туда, куда нам нужно. Вот поверхность кости. И он заходит у нас немного под надкостничное. Сверху все это закрывается формирователем десны. Здесь находятся наши шовчики. Все, операция закончена достаточно быстро. Скоро мы позовем нашу пациентку на контрольный снимочек. И уже исходя из этого снимка, я сделаю вывод об остеоинтеграции, то есть приживлении импланта. И направлю уже на последний этап ее лечения – это ортопедическое лечение с опорой на этот имплант. То есть, попросту говоря, сделаем коронку на нем. И все у нас будет уже совершенно здорово. Субтитры создавал DimaTorzok